Смотрите-ка, долго искать не пришлось. Вот значок о высшем образовании, вот две медальки. А медали за что? Они называются «За отличия в службе», они даются вообще по выслуге. За 10 лет, потом за 15 лет, и если бы я доработал до 20, была бы ещё третья. Это не за какую-то особую заслугу, я не помню, даже не считаются госнаградами в таком полном понимании, это ведомственные медали, но их у меня, тем не менее, никто не отнял, и у меня на них корочка соответствующая имеется. Причём эта корочка, ну так получилось, я её как-то в паспорт засунул, в обложку паспорта, т.е. где паспорт, где со мной, там и она торчит. Ну она и так не видна, но если доставать, то и вот когда меня задержали, а у меня с собой был паспорт, и винты там стали потрошить, достали паспорт из корочки, там у меня какая-то банковская карта, там ещё что-то, читательский билет, библиотеку старинный, там ещё что-то. И они такие «О!», а там удостоверение. «А это чьё?» Я говорю «Так моё». Я потомственный, т.е. у меня папа дослужился до звания подполковника советской милиции, потом российской. Вот. В 95-м он ушёл на пенсию, но я к тому времени уже два года учился в высшем учебном заведении. В общем, я пошёл по его стопам. Там, я помню хорошо, т.е. это же надо понимать, какие были годы. Это был конец 80-х, начало 90-х, когда я заканчивал школу. Я школу закончил в 93-м году, ну это 90-е, к которым я отношусь очень, на самом деле, с большой симпатией. Вот. Это вот свобода, это раскованность какая-то. Я вообще грезил журналистикой, я хотел быть журналистом. А потом папа меня поймал на такой прагматический крючок. Он говорит «Смотри, ну станешь ты журналистом, условно говоря, и будешь ты работать в какой-нибудь нашей местной городской газете, такой уровень, далеко не… т.е. выпускают журфаки тысячами ежегодно, а большими журналистами становятся единицы, это понятно. Ну, как в любой может профессии… Кроме того, не забывай, что у тебя армия, в перспективе, конец 90-х, когда я пришёл, это были тяжёлые времена, это был вал, это было за дежурные сутки 10 выездов в таком небольшом городе, как Березники, бывало и больше. Это очень много. Это очень много. Это были квартирные кражи, это была уличная преступность, бытовые убийства тоже не редкость, в общем, была. Потом действительно всё это стало как-то немножко улучшаться. В курилках разговаривали на политические темы и вовсе не обязательно выступали там в поддержку действующей власти. Там были люди, которые очень критично относились там и к президенту, и к происходящим каким-то событиям, но это в курилках. «Привет, Сэмик. Да, но это могла бы быть и пьянка, и прогул, поэтому важно показать именно заключение служебной проверки, но оно есть. Оно есть в фотокопиях, оно никуда уже не пропадёт, в любом случае, здесь почему-то не могу его найти. Докладываю». Смеялся тут этот человек. Сети интернет на форуме Facebook от имени пользователя Артёма Файзулина. У меня очень часто пишут через две лэ, вообще-то моя фамилия с одной пишется. «Размещена фотография, где он и члены его семьи демонстрируют агитационные палкаты в поддержку Навального. Согласно данным Управления правоочисленным составом, установлено, что капитан полиции Файзулин проходит службу в ММО Межмуниципальный отдел Березники МВД России по Первенскому краю. В своём объяснении Файзулин подтвердил, что на фотографии с плакатами изображён он и члены его семьи, а также подтвердил факт размещения данной фотографии в тематической группе на форуме Facebook «Поддержка Навального». Таким образом, в действиях Файзулина усматривается нарушение требований пым-пым-пым, и вот она цитата. «При осуществлении служебной деятельности, а также во неслужебное время, сотрудник органов внутренних дел должен соблюдать нейтральность, не оказывать предпочтения каким-либо политическим партиям и так далее, и так далее, и так далее, и гражданам, если это не входит в его служебные обязанности. Основание вышеизложенного прошу назначить по данному факту служебную проверку». Ну вот она, собственно, прошла, и меня за это уволили. Там было заключение на трёх листах, где всё это типа подтверждено, и вот он, значит, я совершил такой недостойный поступок, испачкал честь мундира и должен быть уволен. Я знаю людей, которые запирались в служебном кабинете и смотрели трансляции по делу Керафлеса. Навальный это обвинительное заключение выложил, тогда оно есть, оно, не знаю, наверное, до сих пор где-то болтается. Он знакомился с материалом дела, но выложил 102 листа, я его добросовестно проштудировал. И я, чтобы уж совсем удостовериться, притащил это в обвинительное заключение следователю по экономике, именно по экономическому преступлению. Я говорю, ну я не скажу, что он его так штудировал, как я, но он его там тоже пробежал, а через какое-то время он говорит, ну да, говорит, ну фигня какая-то. Как они, говорит, будут это всё, как они всё это будут, значит, доводить, не доводить даже до суда, а как они на основании этого будут приговаривать дело, вообще-то прекращать надо. Вот. И, может быть, это даже профессиональный интерес был. Вот он реально смотрел эти трансляции по делу Киров Лес. А в сегодняшней ситуации, которая сильно стала другой, есть же ещё ощущение, что все везде прикроют, если надо. Ну то есть, если надо, это по тому же политическому делу. Да нарушай ты что хочешь. Тебе любой прокурор всё что угодно подпишет, любой судья твоё решение засилит. И будешь ты всегда прав. Я не хотела, чтобы Артёма, как сильно ему досталось, что ли, как сказать, какие слова добрать. В общем, я это всё сделала сознательно, осознанно, и именно с детьми, чтобы показать, что он не один, что у него есть семья, что у него есть дети. Вот. Как бы я надеялась, что будет не так всё сурово. А если и будет сурово, чтобы вот всё-таки вот, ну видно, что он не один, и мы его поддерживаем. Вот. То есть, как бы, я ещё в то время не очень была сильно в политике, но Артёму я доверяю очень сильно. У него есть интуиция, он как-то вот, я со временем и к этому пришла. Ну-ка, не лукать. Это был уже тринадцатый год, а с одиннадцатого мы уже смотрели дождь, и Навального знала, и ты лично без независимости от меня. Ну, я же, со мной же есть какая-то надежда, что вот Путин увидит, как полицейские бьют активистов на митинге, и вот он видит, и всё, и всё и закончится. Прошёл один митинг, полиция бьёт людей беспощадно, ничего не происходит. Ну, думаю, ну ладно, не увидел, не показали. Потом будет опять какой-нибудь митинг случается, опять эти просто ужасные кадры, и опять ничего не меняется. И всё, тогда у меня тоже мироззрение окончательно поменялось, я поняла, что нет, это очень… Это не баг, а фича. Ну вот, на втором этаже у них там дверь, звоночек, но они открывают. Не, правда, это первая команда, но по двоих… Я ушёл за год до присоединения Крыма. Вот, я здесь буду вынужден постоянно эвфемизм какие-то использовать, я мог бы другие вещи говорить, но я не могу. Мне один знакомый пермский юрист, тоже достаточно такой неравнодушный в плане политическом, гражданском человек, уехал сейчас, кстати, бросил ссылку на… Периодически это происходит. УВД-Инфо ищет юристов, ищет защитников в регионах. Вот, он говорит, я сам хотел, но я, видимо, уже всё лыжи смазываю, что-то тут всё плохо, значит, я этим заниматься не буду, а ты попробуй. Интересно? Тебе это интересно? Я говорю, интересно. Вот городская администрация. Вот на четвёртом этаже открытое окно, там вообще-то избирательная комиссия у нас сидела, когда я документы в время таскал. Выдвигалось нас в итоге человек пять-шесть, даже Лена Гусева, я, было несколько новых лиц, которые под это пришли. Лена, которая выходила вчера с плакат. Она, кстати, лучше всех результат получила на город. У неё там не хватило нескольких десятков голосов. Потому что она человек, вне зависимости от своей гражданской и политической активности, очень известный. Она спортсменка. Для Березняков известная очень спортсменка, потому что она, ну, это называется моржи, да, как-то она официально называется этот вид. То есть она плавает вот в этой холодной воде. Она выступала на соревнованиях вплоть международного уровня. И был такой проект переплыть Беринга в пролив. Она была в составе этой группы, которая переплыла Беринга в пролив. По-моему, это занесена в книгу рекордов Гиннеса даже. Мы переплывали огромные команды международные. Там 20, сколько там, 4, по-моему, страны. Вот. И мы пытались найти совсем общий язык, как мы это сделали. Это было очень трудно, но как бы плечом к плечу, все вместе, дружно. И было понятно, что можно вообще все вопросы в мире решить вместе, а не вот так, как сейчас мы пытаемся изолироваться от всех. Планировали два дня на это дело, но мы были шесть дней. Шесть суток, потому что там были. И шторм, и течение непреодолимое. В общем, всякие там не исследованные, какие географические общества там не занимались, и мы на себе исследовали все эти какие-то течения внезапные, какие-то ветра, штормы. Вот. Все получилось. Я, например, 13 этапов была, кто-то 5, кто-то 8. Там просто по мере того, что мы не могли преодолеть одно течение и нужно было плыть с хорошей скоростью. Мы выбирали уже чисто таких сильных пловцов, которые на себя брали, ну то есть больше. Уменьшали время заплыва и это чтобы скорость не терялась. Там ночью потеряли человека вообще, эстонцы. Плыли там с такими палочками светящимися, чтобы было видно. Но там как-то отвлеклись на того, у кого доставали, и просто потеряли в Беринговом проливе. В полнах, были организмы волнами, темно. Слава Богу. Через Титанковского реченков, где мы у тебя видели, это вы еще где-то стояли? Да, я на нашем месте стояла, на перекрестке. Ко мне приехали на работу, у меня закрытое предприятие АИСМА. Туда нужно перейти через проходную. Вот. Я выхожу из работы в 8 вечера. У меня заблокирован пропуск. Говорят, пройдите абсолютно охранные. Тебе нужно куда-то ехать, там в машине. Вот там сидят такие сотрудники уголовного, причем розыск. Ну да. Говорят, вас нужно доставить в отделение. Наши фотографирования с плакатами 7 октября 2017 года. Вот то, что я рассказывал. Когда мне дали обязательно работать, а что дали? Тоже. Первые 20 часов обязательно работать. Сейчас на мне тоже какие-то висят, кстати. 40 часов. Это что? Откуда? А где еще? Вызывал плакат. Мир Украины. Просто интересно понимать, до какой степени идиотизма система может дойти. Но это то, что сделала Лена вчера, выйдя, дайте Лехе кенгуру. Мы все время пытаемся, вот прямо с первого дня принятия дискредитационной статьи, все юристы и правозащитники пытаются нащупать, черт возьми, эти красные линии. Государство пытается дать понять, что их нет в принципе, они везде. А мы все время пытаемся все-таки сформировать какой-то, слушайте, ну давайте не будем доходить до абсурда. Вот это нельзя, но вот это можно. Они пытаются доказать, что нельзя ничего. И периодически то тут-то там по разным регионам возникающие положительные судебные решения, где нет-нет, да вдруг скажут, что нет, вот этот закон допустим, что в нем нет ничего такого. А в другом регионе человек выходит с ним же воодушевленный, а его все равно упаковывают. То есть здесь единственной судебной практики нет. И для меня зачастую вот хочется просто, даже вот это вот понятно. Это же был тот последний выкол, который мы успели еще до принятия статьи с санитацией. Не-не, это было сорок тысяч. Сорок тысяч у меня выдирали постепенно из моей пенсии. Ну короче, я там два раза посидела в Питере за три дня. Ну там у тебя был вот этот вот еще знаменитый ковидный прецедент. Там так все очень, кстати, мне родилось. Вот я сфоткала прямо в этом. Да, кстати. В автозаке. Какая хорошая фотография. Написано «Мир Украины». В автозаке сидим там все. Мы один раз и выходили. Вот когда мы еще стояли, еще статьи не было, значит, да. И у нас там были. Я вот помню, тетя. Ты помнишь, там выходила тетя, которая сказала «Надо же ничего не бояться». Я сначала даже не понял, с какой коннотацией это сказано. Я говорю «В смысле? Ну вот как вы вообще такой зеленый?» Ну стало понятно, что она вообще против нас. Я говорю «Почему нужно что-то бояться?» Сорок я ему сказал. «А вы что вот этим?» Вот. И то есть меня поразил вот этот подход, вот этот рабский, что вообще-то надо бояться. То есть ее возмутило даже не содержание наших плакатов, а то, что «Надо же! Они еще и не боятся тут вообще-то. Как это? Бояться же надо». Ну это, конечно, да. Провалилась земля. Она поглотила рельсы, шпалы, мачты электропередач и даже товарный вагон. К счастью, тогда никто не пострадал. Пути долго и тщетно пытались восстановить, но провал лишь стремительно увеличивался. Сейчас его размер примерно 130 на 140 метров. Вот мы с вами идем прямо вот там у нас в перспективе первый провал. Мы до него, конечно, не дойдем. Там сейчас город тоже будет заканчиваться. И так называемый первый рудник, первое рудоуправление. За забором все уже, опасная зона. Она не опасная, она охраняемая. Прямо то, что опасная, что если мы каким-то чудом сможем оказаться по ту сторону, там у нас под ногами начнет асфальт трещать. Нет, конечно. Но дальше и вправо, там будет провал. Ну, сильно дальше. То есть нам надо будет еще тут протопать, наверное. Ну там же реально он образовался, и потом он поглотил несколько рядом стоящих зданий. Прямо туда ушли. Потом возникла конспирологическая теория, что уже за некоторое время до того, как стали образовываться провалы, это было уже понятно. И, значит, в преддверии этого нужно было как бы монополизировать всю власть в городе, чтобы никто не мог здесь вякнуть против Уралкалия. Потому что понятно, что когда они произошли, люди стали говорить, эй, минуточку, а кто должен отвечать? Отвечать вообще должен Уралкалий. Вроде как, да? Вы не досмотрели, вы там и так далее. А Уралкалий-то на самом деле был формально выведен отовсюду. Было призвано, что вроде как никто не виноват. Природа. Когда-то в советское время неправильно распланировали. Зачем-то стали город строить над выработками, а так нельзя, так нигде в мире не делается, но мы-то тут при чем? Тоже интересные вопросы. Налоги те же. То есть есть нижняя ставка, есть верхняя ставка земельного налога, который платит промышленные предприятия города. И когда Уралкалий взял власть, то он стал платить по самой низкой ставке. Расселение – штука нужная. Вопрос в том, что 32-я статья жилищного кодекса гласит, что приоритетным способом соблюдения жилищных прав граждан из расселяемых домов, значит, при признании их непригодными для проживания, является выплата денежных средств по определенным расчетам, достаточных для того, чтобы они купили себе новые квартиры. И только, где-то там дальше по тексту этой, огромная на самом деле, она большая очень эта статья, где-то дальше по тексту этой статьи написано, что также муниципальные органы власти по согласованию с собственниками могут предоставить им новое жилье. Но вы должны понять, как действительно себя чувствует какая-нибудь пожилая женщина, которая всю жизнь жила здесь. И она привыкла. Для нее это трагедия. Для нее это какой-то вообще такой крах жизненный. Куда-то в новый район ехать. Я общался с такими людьми. Все суды людям отказались. Сказали, что нет, вот есть специальная программа переселения. Если ваш дом признан непригодным для проживания, то именно в Березняках вы будете переселены на правый берег, потому что там, значит, реализована вот такая программа. Никаких денег нет, и жилищный кодекс в этой части для вас не работает. Ну, то есть это звучит вообще, конечно, пипец. Я пытался об этом в судах тех же говорить. Наверное, в перспективе, да, здесь органы не посадят. Развернулась такая история, что людей для переселения из этих домов, признанных непригодными для проживания, значит, построили, вот не там, где сейчас вот этот новый микрорайон, а чуть ближе сюда, но тоже все равно за камну надо ехать. Значит, построили небольшой микрорайончик, приехали какие-то ребята, быстровозводимые дома там, действительно, типа, ух, как классно это быстро. Ну да, там чуть ли не как конструктор из каких-то панелей там собираются, другое дело, что они непрочные, то есть реально непрочные. Там стены, там какие-то чуть ли не из пенопласта какого-то или пенобетона, который там осыпается и крошится, если более или менее тяжелую какую-нибудь вещь на стенку повесишь, там картину еще повесишь, а вот шкаф такой, говорили, ой, особенно если вы много в него запихаете, фиг знает, как он будет висеть. То есть непрочные стены, непрочные полы, вот для того, что там говорили, да, вот вы заведете какой-нибудь рояльный, дай бог, нафиг продавит пол, может. Строители говорили, блин, фиг знает, ребят. Вот. Кроме того, они климатически очень, в них холодно. Но проблема даже не в этом, а в том, что в определенный, в один прекрасный день Роспотребнадзор обнаружил там недопустимое содержание формальдегида. Вот. Который, как я понимаю, истрогали эти стены, потому что сами эти строительные материалы были взяты, ну, некачественные. То есть что там за схема крутилась, кто их покупал, за какие деньги покупал, какого хрена, как это происходило, почему не была проведена какая-то экспертиза, серьезная же вещь. А кроме того, мы ведем речь о федеральных деньгах, которые имели целевую направленность на решение резонансной проблемы чуть менее федерального масштаба. Вот. Вот. И то есть спух нарыв, сложный, значит, поставил муниципалитет перед дилермой. С одной стороны, людей надо переселять. Формальдегид – штука страшная. Пару-тройку лет, там может начать проявляться онкология, что-то там с глазами почему-то на это упирали, что глазные заболевания могут начаться, еще что-то. Вот. С одной стороны, людей надо переселять. Это он, не дай бог, начнут там умирать, в конце концов, или очень сильно болеть, и это вообще тогда скандалище будет. С другой стороны, очень не хочется официально признавать. То есть, как их переселить на законных основаниях? Признать дома непригодными для проживания. Провести соответствующее обследование, признать их дома непригодными для проживания. Сразу возникнет вопрос. То есть, минуточку, по федеральному траншу большая сумма денег с шестью, семью, наверное, там, восемью нолями, вами была, извините, освоена, значит, вы ее вбухали вот в это строительство, а теперь это строительство надо под нож, потому что вы там некачественный материал закупить. А кто будет отвечать? И вообще, давайте разбираться, значит, как эти все финансовые потоки шли. То есть, там, возможно, они купили эти материалы по дешевке ровно, потому что где-то что-то себе в карман положили, и более дорогие качественные материалы покупать. Это все предположения, я ничего утверждать не могу. Но возникла ситуация, с одной стороны, людей надо переселять, с другой стороны, признавать дома непригодными нельзя. А если мы дома не признаем непригодными, как мы будем оттуда переселять людей? Законных оснований нет. Их начали всеми неправдами и неправдами увещевать. Им стали говорить, слушайте, ну, слушайте, ну, отравой дышат ваши квартиры, тут нельзя жить. Мы о вас заботимся, мы вам сейчас найдем там маневренное жилье, со временем как-то решим ваши жилищные вопросы. Ну, сейчас надо срочно-срочно выезжать, вы что это? Ваше здоровье, здоровье ваших детей, они практически все эти семьи правдами, неправдами, посулами, уговорами, где-то, может быть, даже угрозами, я уж не знаю как, они смогли переселить. Вот. И нашелся один человек, я не думаю, что он такой уж прям юридически грамотный, хотя, возможно, и залез в соответствующие законы, но он просто понял, что если он сейчас на этих птичьих правах уедет в эту маневренку и подпишет, а они какие-то эти, бумаги давали подписывать, что типа я добровольно вам соглашаюсь, вот, то он потом вообще никому ничего не докажет и будет в этом маневренном на птичьих правах жить хрен знает сколько времени. Как многие там потом в итоге, да, говорили городу, э, ну сколько я в этом маневренном буду жить, у меня же там была квартира, так вы мне уже что-то постоянно это дайте, а город так туда-сюда, вот. И вот нашелся один человек, который решил перелиться, пойти на принцип прям так жестко и тоже проиграл там по различным, как бы этим, в общем, юридическим моментам, а им нельзя было, что признавали непригодными, потому что это могло иметь далеко идущие последствия. А ему казалось, ситуация, вот это то, о чем я говорил, он не обращался к юристам, ему казалось, так все же очевидно, весь город знает, что там формальдегид, ну, дело мое правое, а нифига, говорят им, на суде не правое, потому что вот тут, вот так, а тут вот так. В итоге он пришел к нам, гражданский надзор, я помню, он принес три папки документов, переписку, он там писал во все инстанции, судебное решение, я сказал, слушай, я только на изучение этого, мне месяц, пара месяцев, может быть, нужна. И в итоге мы вместе с ним снова вышли в суд и выиграл этот процесс. Квартиру признали непригодным для проживания, а он мужик-то активный и очень не любящий городскую власть, он побежал по своим бывшим соседям и говорит, дорожка протоптана, давайте все в суды вам всем признают жилье непригодным с соответствующими последствиями. Вот, город понял, что дело пахнет керосином, в итоге довольно быстро, пусть и несколько месяцев после вот этого судебного решения, признали таки весь этот район непригодным для проживания. А дальше было интересно. А он на вокзал идет? Да. Вся эта история длилась какое-то время, они возбудили дело, я уже не помню по какой статье, но там не тяжкая статья, по которой уже срок давности там подходил к концу, нашли двух стрелочников, стрелочниц, это начальник управления архитектурой и градостроительства, по какому-то не очень понятной логике, еще кто-то. В итоге их формально осудили, за истечением сроков давности при лечении к ответственности дело прекратили, и они даже посты потом вернулись в свои кресла. то есть все, виноватых нет, все нормально. Выиграли. Поиграли? Сильно не сомневались уже после предыдущего заседа. Я не шибко веселый, когда выигрываю, не шибко грустный, когда проигрываю. Это такая, ну это работаешь. Спасибо. 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 Спасибо.